Долг платежом красен, но отдавать его порой не так просто. На очередную встречу с сотрудниками администрации и налоговых органов для выяснения причин возникновения задолженности приглашено 25 человек. Из них пришло всего 7. У каждого свое объяснение. Я, к сожалению, видимо, не очень хорошо разбирался в этих нюансах законодательства. И когда в квартиру наследственную, я, собственно, слышал и посчитал, что наследственное налогово не налогается налогово. Но это оказалось не так. 22 октября Андрей Сушков пообещал ликвидировать всю задолженность. А вот Олег Граненов расплатиться сможет в течение 4 месяцев. Фирма, доставшаяся после смерти брата, оказалась в плачевном состоянии. Она образовалась в связи с тем, что он зачем-то переоценил кадаструю стоимость. Она раньше была 23 миллиона. И были совершенно нормальные, адекватные налоги. Потом она стала 53 миллиона почему-то. Ну, зачем он сделал, мы уже этого не узнаем. Дальше, когда я вступил уже в руководство, я об этом узнал, естественно, таких денег сразу найти невозможно. Предприятие находилось, ну, сейчас находится в не очень хорошем состоянии. С должниками активно работают и специалисты на местах в каждом населенном пункте округа. Торговый дом моста, они оплатили задолженность в размере 833 тысячи 336 рублей. Осталось у них 50 тысяч, они оплатят до конца этой недели, то есть завтра. Обещали уже прислать. Сток ИСТ, у них задолженность урегулирована в полном объеме. У них задолженность была 1 миллион 89 тысяч. Нестабильная экономическая ситуация, сложившаяся из-за пандемии, основная причина неуплаты налогов, говорят предприниматели. На сегодняшний день из 52 миллионов общего долга выплачено лишь 15%. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.